Только что я поднялась из глубины 800 метров. Это очень сложно поверить, но большое байкальское давление вот из таких пластиковых стаканчиков делает вот такие маленькие рюмочки. Вот они, те самые стаканчики, которые погружались со мной на дно озера. Воспоминания 10-летней давности живы и сегодня. А особенно дороги эти воспоминания тем, кто на дно Байкала опускался не один раз. Это гидробиологи Бурятского научного центра. Так какие же открытия на дне Байкала сделали они в знаменитой экспедиции и мира на Байкале узнаем прямо сейчас. Сылмэк Базарсадуева увидела жизнь Байкала на самых больших глубинах. На дно Священного озера она опускалась целых пять раз. В кабинете гидробиолога памятная карта с погружений. В холодильнике те самые губки, что достали с глубин Байкала. Материал с той экспедиции изучают и сегодня. Тогда, благодаря мирам, гидробионту удалось отобрать из самых труднодоступных мест. Донные отложения собирали с глубины аж 1600 метров. Но кроме живых организмов, ученым удалось увидеть то, чего до этого на Байкале и представить не могли. Если смотреть с борта корабля, то там можно увидеть огромные такие нефтяные пятна. Но они никаким образом не влияют на экологию Байкала. И каждые 3-4 секунды можно наблюдать просачивание капли нефти наверх. Выяснилось, что ежегодно Байкал выбрасывает 4 тонны нефти. Выходы ее естественное проявление увидела и микробиолог Ольга Дагурова. Вместе с коллегами они даже нашли сходство нашего Байкала с мировым океаном. Уж очень байкальские битумные сообщества похожи на черных курильщиков, что живут только в соленой воде. Обнаружили ученые во время экспедиции и два новых вида червей. Только на Байкале они, по понятиям биологов, разрастаются до огромных размеров. Среда слишком благодатная. Но когда это видишь своими глазами, это совершенно-совершенно другое. И там обильная жизнь. Там просто кишмя кишат вот эти белые тела беспозвоночных животных. Известный гидробиолог Алексей Плюснин во время погружения попросил командира поднять со дна Байкала необычный камень. После исследований выяснилось, что камень почернел от железа и марганца. Таким образом ученым удалось установить, как элементы из таблицы Менделеева попадают на дно озера. Кроме научных данных, поразили ученого в толще воды планктон и невообразимый холод. Температура на дне Байкала всего 3,3 градуса по Цельсию. Скептики говорили, что миры зашли в пучины Байкала искать золото колчака. Золотых слитков, смеются ученые, увидеть не удалось. А вот понаблюдать за жизнью озера оказалось поистине бесценным. Во всяком случае экспедиция там нашла остатки разбившихся вагонов на дне Байкала. То есть это возможно, там и есть золото, но его пока никто не нашел. За три года миры опустились на дно Байкала 178 раз. Экспедиция в 6 миллионов долларов стала возможной благодаря фонду содействия сохранению Байкала. Именитые ученые нашли новые организмы, сейсмические проявления и газгидраты. За погружениями глубоководных аппаратов наблюдал весь мир. Сегодня же миры остались без работы и вновь ждут своего звездного часа. А ученые уверены, Байкал хоронит еще много тайн. Мария Латшева, Евгений Павлов, Новости дня.